У выпускников 2017 года пришли выпускные и отзвенил последний звонок. Сданы все экзамены, осталось самое главное – поступление в университет. В Казанские федеральные подали свои заявления более 5000 абитуриентов. Их количество с каждым днем растет. КФУ – один из ведущих вузов Российской Федерации, старейший университет, который готовит специалистов по многим направлениям. В этом году КФУ на все формы обучения готов принять более 13 тысяч человек. Если говорить о всем КФУ, то это около 5000 бюджетных мест, точнее 4980. А всего на первый курс мы в этом году планируем принять 13500 абитуриентов. Это в том числе и зарубежные абитуриенты, это более 2000, которые мы ожидаем по плану приема. Также это магистратура, специалитет, очная, заочная по всем формам обучения. Будущие студенты КФУ выбирают университет совершенно по разным причинам. Престиж и мировой статус, качество образования, расположение близ дома. Кого-то позвали учиться друзья, а кто-то продолжает семейные традиции. Нашла здесь те институты, которые мне по душе, те направления, которыми в дальнейшем я хотела бы заниматься. Я поступаю в институт фундаментальной медицины и биологии. Мне очень нравится сам институт КФУ, университет, потому что здесь новые технологии, очень все развито и интересно. Особенно общественная деятельность меня привлекла. Урл-университет, потому что его нахваливают в Москве, по всему миру. И, в общем, говорят, хороший вуз, я решил поступать с физикой, как бы у меня хорошие баллы, я думаю, я поступлю в этот вуз. Приходя в приемную комиссию, студенты в первую очередь осуществляют подачу документов через сайт «Будь студентом», выбирая приоритетные направления. Институт филологии и межкультурной коммуникации, потому что там есть то направление, например, русский язык, как иностранный. Я сама люблю изучать иностранные языки, и поэтому выбрала именно этот институт. Я сдавал физику и географию по специалитету, ну, математику и русский, это уж обычное дело, и поступаю на институт физики, на геодезию. Подача документов позади, теперь осталось лишь ждать заветных списков зачисления. Диана Шилова, Владислав Микневский, Универ Ньюс.